всем привет я с новыми бровями в 10 45 выехала за антоном как по моей бреви очень очень страшно правда ну на самом деле это не самый худший вариант что я видела ну соответственно еще должны сойти корочки ощущение могу сказать и чувствую что что-то не так то есть какие-то ощущение есть вот когда ты поцарапался и она еще не зажило то есть кожу мне вчера царапали царапали это вчера узнала спросила вернее какой принцип работы и как это все происходит ну на моей коже мне прям показали как это иголка туда-сюда быстро-быстро большой чистотой бегает сегодня нужно сутки в общем не мочить а потом мазать вазелином или детским кремом и ждать пока сойдет корочка то есть как вот после царапины после любой в другого травмирования кожи вполне все терпимо ощущение знаете ну не самые приятные то есть если не прям поглаживание но я думала что будет больнее нет все терпимо я просто не знаю как это вообще на веках когда делают стрелки как это на губах мне кажется немного побольнее ну не знаю и это мастер мне сама все подбирала форму мы вместе корректировали где шире на самом деле у меня вот здесь внизу брови немного пошире мы решили их сузить потому что они будут достаточно выразительные и немножечко уже сделали ширину их еду а тут такая красота мне так нравятся эти желтые деревья и сейчас я буду проезжать и тут листья прям вот будут отлетать ну это вот эти они тут желтенькие очень красиво вот здесь стадион у нас слева куда дети ходят на футбол он конечно как вы видели в ужасном состоянии вот еще желтые деревья речка кочеты так тут справа рынок который конечно у нас затух затух с появлением вот этих вот заборчиков раньше все прекрасно машины тут ставили но из-за того что вот эти заборчики неудобно теперь парковки как таковой нет и рынок конечно у нас затух раньше мы всегда ходили по выходным на рынок сейчас нет все-таки магазины вот парк видите еду выехала с дома то есть это буквально вот пять минут пешком конечно 40 так дом культуры наш сейчас будет скоро школа агрокомплекс аптека сос и вот тут я ставлю машину потому что возле школы тоже вот такие заборчики и иду за антохой антоши забрали давай я понесу рюкзак а потом подцеплю да я потом тебе это все подцеплю откуда ты все знаешь а у тебя лямка да то я тебе сейчас сделаю сына я уже ну давай там на неведомых дорожках у нас обед следы 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 невидимых невиданных невиданных людей зверей иди садись обедать зверей там избушка избушка там избушка там на курьих ножках стоит бит без 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 гришу привезла у него сегодня три урока поэтому пойдет он пешком сегодня домой куртку все равно взял погода обманчивая сейчас для меня должна Оля приехать мы будем пробовать печатать на пищевом принтере картинку на мастике в общем сейчас посмотрим что из этого получится так вот что получилось печать на мастике очень даже неплохо получилось эффект прям нарисованности жаль только что только а4 формат то есть нельзя прям сразу тортик туда засунуть и напечатать но я думаю скоро придумают и такой так а мы повязали щавель мама уже начала лук смотрите какой он красивущий просто супер я сейчас готовлю ужин у нас тут осталась одна пачечка вот такого мироторговского бекона если честно он просто обычное ну грубо говоря сало да порезанное оно не подкопченное когда мы его заказывали пять пачек я думала что оно будет подкопченное вот ну мы при этом прекрасно с ним жарили яичницу ну просто хотелось какого-нибудь такого подкопченного бекона сейчас я вот его порезала она сейчас разделится само на кусочки на вот такие на тоненькие карбонары я не знаю зайчик она у нас спагетти а посмотрю сейчас кстати может и есть спагетти может честно карбонару и правда приготовим на гриша подал идею карбонары у нас как раз есть вот такая вот яичная лапша и сливки у нас есть поэтому конечно григорий может быть тогда съездить за сыром на велике сейчас 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 17 20 дала одевайся давай иди там в гардеробные вещи хорошо Какие штаны? Ну, оденешь, конечно. И я одену футболку, анимайку. Вот наш бекончик. Разбираю его потихонечку на тоненькие кусочки. И лук уже добавила. Здесь поставила воду на лапшу. И еще раз показываю вот эту супер лапшу, которая очень нравится. Она прям реально как домашняя. Не разваривается. Очень вкусная. Вот это вот номер 8. Еще родители купили поменьше, по-моему, номер 3 для супа. А вот это вот для именно какой-нибудь такой карбонарки или каких-нибудь там фетучини с грибами. Так, лапшичка моя варится. И это все выключила сковородку. Потому что жду Бриша. Он поехал за сыром в магазин на велосипеде. Что хотела еще сказать по поводу сковородки. Пока она новая, скорее всего, не знаю, как будет дальше, но она офигенная. Могу вам сказать, что она просто супер. Но знаете, если бы за 1800 сковородка была фиговая, я бы очень расстроилась. Вообще. Я, конечно, не всегда верю в то, что качество, цена-качество. Ну, то есть, чем выше цена, тем выше качество. Далеко не всегда. Но вот в сковородках обычно самые дешевые вот почему-то не айс. И она достаточно тяжелая. То есть, вот одной рукой ее очень даже тяжело поднимать. Поэтому сковородка супер. Пока мне нравится. Ну, и вместительная. Соответственно, 28 сантиметров вполне себе большая. Все, карбонара готова. Супер. Теперь хочется есть. Гриша привез сыр, и я еще вот такие вот сливки добавила. Были у меня. От тортика и от сырной карамельки оставались. Папа! это 5 у меня. Я потом позвоню, скажешь, ладно? Ага. Это дети с папой разговаривают. Если что, папа потом позволит. Садите на футбол. Ты пойдешь на футбол или нет? Гриша, ну давай, ты опять начинаешь много это сочинять. Ну так давай, а что ты туда сидишь? Кого ты ждешь, скажи? Пока. Пока. Делегация всех забрали. Идем. Все, мальчишек с футбола забрали. А еще, 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 Еще. Все, едем готовиться теперь на карате. Да, темно уже. А почему не надо, ты знаешь, откуда? А кто тебе сказал? Он сапарин в конце тренировки приехал. В понедельник, да? Сказал, что не надо? День спустя. Лето, это, подожди, через два дня получается. Ага. Мне тебе говорили, нет, или как это сказал, что это... Ну, короче, в пятницу не будет, да? Ну да. У тебя завтра танцы? Да, я зашатила. И у Антоши завтра танцы. У Антоши только... Блин, только не вот эти танцы. Вот эти танцы, да? Я не люблю танцы, если что. Потому что у него строя учительница. И еще я не люблю ученые такие уже для нас делают сложные. Кого? Когда ты купишь мне резинку? А ты любишь ларипок? Мама, а ты когда мне купишь резинку, как у Оля? Не знаю, пойдем купим, увидим, когда. Какой резинку? Спарномастер, наверное, она. Угу. Как раз мы не обойдем перчатки футбольные, как раз и зайдем для танцев. Так, для спорта. Угу. Ну, не, я завтра опять сегодня у Ильини спросил, но она рукирована. А меня с ними идем? Ди, здрасте. Здрасте. Как вас зовут? У вас чехол сломался. Я знаю. А у вас? Нет. Мам! Красивый цветочек из вас. Как он называется? Фасоль. Правильно. А у меня букет. А где вы его дели, да? А мы его скушали? Да? Быстренько так, да? Я еще как-то это... Норковки я уже не ем, она у меня во рту печет. А-а-а. Мам, а еще будут там что садить фасоль? Не знаю, наверное, будут. Нам будет жалик, Пока все тут болтают, Зоя Степана уже с двух кружек пьет, да, Зоя? Смотри, Зоя, давай, две трубочки, давай. Одну и вторую. Давай, давай, давай. Это чай горячий. Один горячий, а другой не горячий? У-у-у. Все, не ехалит, два петли,